господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным номер 738 события дня филиппийцам 1 28 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть признаменование погибели а для вас спасение и сия от бога владимир демченко добрый день игнатий тихоныч можно ли приехать потерявку на крещение я из архива посмотрел вчера и попалась друг я в ответ пишите о себе все что можно проверка началась выделяю крупно то я его написал ничего про него не знаю он пишет меня зовут владимир геннадий демченко родился я на украине в городе хмельницком 1981 году учился в школе 11 лет колледже 2002 года живу в италии на данный момент проживаю возле венеции работой на фабрике грузчиком у меня есть жена виктория сын александр 5 лет дочери стопе 10 лет и настя 8 лет главное не в таком порядке написал как рождались а сначала сына вот что удивительно россия в обычной советской неверующей семье в возрасте около 10 лет был крещен в кавычках краплением в храме московской патриархии а вере ничего не знал в возрасте 14 лет увлекся йогой уринотерапией и оккультизмом лечебным голоданием читал книгу александра меня сын человеческий после прочитал евангелие мне очень понравилось душа ликовала но так как не было книг о православии не оставлял старых заблуждений потом мне попалась книга вопросы и ответы амросия юрасова и я понял что только православие истинная вера а все остальное от лукавого в возрасте 16 и 17 лет начал курить и выпивать спиртное с друзьями в 19 лет у меня умер мой отец геннадий а в 22 года я поехал на заработки в италию здесь чужой стране не от хорошей жизни начал считать книги о православной вере и посещать храм московской патриархии 2007 года прислуживал в алтаре и считал апостол около полугода смотрю ваши ролики и хотел бы принять крещение в полное погружение прошу разрешение креститься у вас в общине в потеряевке с уважением владимир мы что разрешение он получил маршрутку сам приехал приехал до крещения поработал в потеряевке принял крещение но все у него как надо вот так делать надо а то 10 раз а где ты был в это время нигде здесь все пара заложил я должен знать кто он такой кого принимать а может он неправду скажет но это обнаружится у него не обнаружилось неправды это брат владимир да благословит его господь это все в интернете видно как крещение он принимает у меня книги сейчас ставятся в аудио не лет это простые ворде и как их как дать их чтобы они были файлами и считаем и вот уже выставляю выставляется и новый завет будет 100 трехтомник выставлен страница за страницей идет симфонии то есть все 38 книг и плюс те которые не вышли 4 тома стихов и 3 от открытым оком уже выставляется и кое-что выставилась я теперь пишу сразу же возникли вопросы о которых я говорил в самом начале все прекрасно книги выставлены листы сами листается чудесная музыка но вот человек не успел прочесть а страница отмахнулась дальше или тормознуть уже на следующей странице и как-то бы вернуться как ему вернуться сразу же на предыдущую который не успел прочитать только бегунком но им на одну страницу совершенно невозможно это исполнить вопрос говорю же вот о чем а нельзя ли дать книгу комментарии в виде ворда всей этой же книге но как это сделать если бы система принимала такой объем но она не принимает почему-то если человек узнал что вот на такой-то странице такой-то материал но то как ему следующий раз сразу же найти эту страницу разве только бегунком примерную страницу а потом подгонять то есть эти вопросы пока не отвечено но видимо пока только так самое было бы здорово если бы внизу комментарий дал в ворде целиком книгу дать никола весело пишет вы меня неправильно поняли я вас не сужу я хотел помочь вам советом в улучшении вашего канала в ю тубе а вы восприняли это как поучение простите меня христа ради если я вас чем-то обидел с уважением никола то есть он говорил там о том что плохо слышно сергея пупкова говорит как где-то на кухне я отвечаю отнюдь напротив того вчера на занятиях по skype я попросил сергея пупкова говорить прямо в микрофон и сразу пошли звуковые волны в лучшую сторону а воспринимать ваше замечание я и не думал иначе как то что она от доброго человека совестливого осторожного а стихотворение которое вы посчитали чуть ли не обидой на вас а нужно написано смотрите когда 7 февраля 2006 года то есть 11 лет тому назад вы видимо не обратили на это внимание это стихотворение вернее пропасть стихах я послал многим и никто не отозвался отрицательным даже старообрядцы подтвердили что да так и есть благодарю за доброе замечание и по нему уже выправлено спаси христос михаил кальваев пишет это было но сейчас это вышло выскочила в интернете я беру с куратовский очень похож на прокурора инквизитора решившая сменить тактику чтобы во что бы то ни стало добиться признания подсудимого в в своей вине все время буквально уговаривает призывает к покаянию игнатия тихоновича когда тот попросил назвать конкретно грех в чем надо каяться то виктор так и не смог ничего сказать или жениха захотел может постеснялся а с куратовска были прямые обвинения что лапкин еретик и не православный лжеучитель и враг матери церкви из ролика и так и не понял как сейчас думает виктор если он сейчас уже не считает лапкин еретиком то выходит что до этого был наговор и ложь если он до сих пор считает и гнатья тихонович еретиком то к чему весь этот разговор так и выходит пришел для того чтобы он лапкин признал себя таковым то есть еретиком а если не для этого то надо было сразу сказать я и гнать технич вас оболгал каюсь простите в этом случае разговор имел бы смысл он говорил как бы как бы не поймешь даже к труду сергея это не имеет отношения он делает все возможное чтобы не было вражды для нас смотрящих этот ролик разговор имеет смысл еще раз убедиться в честности позиции игнатия тихоновича в искренности и правильном понимании им святоотеческого учения еще раз на деле увидеть хитрую и двусмысленную позицию скоротовского хитрая позиция виктора косина подтверждается тем что он не хотел выносить эту беседу на всеобщее обозрение его пришлось уговаривать и конечно же надо привести слова виктора за которые ему как раз и надо было бы просить прощения у лапкина и принести покаяние богу он говорил никакого православия у лапкина и в помине нет бесовская сатанинская прелесть она бесовская сатанинская то есть перехлёстывала тогда одно и то же не любовь полное отрицание святоотеческого духа духа евангельского хотя все считают говорит это самый открытый борец за чистоту святоотеческого духа лапковщина это сатанинский обман сатану не чистую силу не идите за этим же учителем это очень страшный опасный пеномен лапковщина это сатанизм четвертый раз сатанизм лапкин враг матери церкви он хуже чем раскольник лапкин по богохожусь превзошел в разы всех врагов церкви всех вместе ложь лапковщина третий раз натуральный сатанизм пятый раз сатанизм это колоссальная опасность для каждого кто приближается к верующие игнатия лапкина лапкинсы зомбированные люди у которых нет духовной свободы творчества у лапкина бесовская прелесть шестой раз шестой раз понятно что сатана залез в рот ему рак четвертой степени с обширными метастазами он враг церкви он уводит людей от церкви а сам из баптистов пришел и говорит а баптист это церковь вот интересно как это злостный раскольник улитель церкви точно также церковь шесть раз а кому церковь не мать тому бог не отец 6 на 6 2 шестерки выставлены было я не разбираю бы я договорились как бы ничего не говорить это старое я прочитал действительно в этом не в этом условии он не каялся и когда он спросил что принимаете мое как бы раскаяние я говорю хотелось бы верить но он ой как я вроде что-то ожидал или он болен я говорю смертельно болен или священники толкают его дальше тут несколько вопросов тоже из старого но они пришлось перетрихать вчера я прямо наверняка даже не уверен что они были 2009 год восьмой том открытым оком христос царство небесное уподоблял ли иночеству удалению из мира и мальчальничеству ответ вот мой ответ считаю матфея 13 31 царство небесное подобно зерну горчичному которое человек взял и посеял на поле своем раз зерну горчичному посеял то есть надо идти проповедовать к монашеству не относится матфея 13 33 царство небесное подобно закваске которую женщина взяв положила в три меры муки доколе не скисла все опять же речь идет о евангелизации ничего этого нет у монахов то есть мимо прищи прошли матфея 13 44 еще подобно царство небесное сокровищу скрытому на поле которое найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все что имеет и покупает поле то и опять же идет торговля то есть благовестие евангелие вот уже три это все 13 глава и монашества тут нету матфея 13 45 еще подобно царство небесное купцу ищущему хороших жемчужин ничего монахи не ищут они сидят уткнулись на пупок свой там представьте 11 тысяч мужиков только в одного пахомия и ни одного на благовестие ни одного главное даже разговаривать нельзя самое главное то от учиться разговаривать и вместе когда двое идут никогда встретились не в трапезной не два по дороге туда обратно нигде отец таким ездил так все и есть матфея 13 47 еще подобно царство небесное не воду закинутом море захватившему рыб всякого рода ну где на захватившему то то есть проповедью нету матфея 13 52 он же сказал им поэтому всякий книжник наученный царству небесному подобен хозяину который выносит из сокровищ и со своей новой и старой выносит то есть талантами пользуется ничего этого нету против набора чтобы этого не было то есть монашество это война против всех этих вот уже семь моментов против подобия матфея 18 23 посему царство небесное подобно царю который захотел сосчитаться с рабами своими но не умножили ибо матфея 21 стих его царство небесное подобно хозяину дома который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой это я отвечаю отвечаю ни одного пока слова моего нету так и сейчас говорю матфея 22 2 там виноградники они не работают никакой работает сидят только дуются вспоминает грехи свои рассматривает их царство небесное подобно человеку царю который сделал брачный пир для сына своего ничего нету матфея 25 1 тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяв светильники свои выше на встречу жениху тогда то есть все эти притчи включаются в одну и что не умножили таланты не отдали никуда то есть все данные притчи стоят заградительным заслоном против монашества которое молчальничеством занялось если бы просто я один живет а потом бы их распространяли и не было бы этого никакого ислама не было бы ничего этого и разделение бы не было восточно-западной церковь отвечая другие евангелисты еще четырежды повторяет эти притчи но все они говорят одно и то же что человек должен уверовать во христа и нести благую весть сеять умножать износить из сердца старое и новое ибо вера от слышания слова божия они от мощей не от иночества не от монастырей не от икон и прочих чудес от слышания римлянам 10 17 и так вера от слышания а слышание от слова божия его спрятали не давали людям тысячу лет на руси христианство не давали и все римлянам 8 10 но что говорит писание близко к тебе слово в устах твоих сердце твоем то есть слово веры которое проповедуем к монашество не относятся не проповедовали боролись с этим чтобы не было ибо если устами твоими будешь исповедовать иисуса господу и сердцем веровать что он воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем верует праведность а устами исповедует ко спасению только согласно этих мест писания все иночество в продолжении двусы тысяч лет загонявшие людей в молчальничество и под землю в леса в горы морившая доверишь ко всему тяжкими бременами и неудобно носимыми только за нарушение этих слов уже безответным предстанет перед вечным судьей конечно если верить что христос не изменит своих слов написанных библии но евреям 13 8 иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же исаи 45 23 мною клянусь из уст моих исходит правда слова неизменное что передо мною преклонится всякое колено если бы христа на земле никогда не было и не евангелия тогда можно было бы составить новые причины писать царство небесное подобно откалиброванной и дезинфицированной пшеницы которые собрали в крепкую жительницу некие подобные ангелам люди но ангелы эти всегда в черном одеянии плотно закрывшие эту пшеницу в жительницу не сеющие ее и не дававшие плода еще тогда бы можно было такую притчу прослышать царство небесное подобно чемпионам который умеет лазить по скалам жить в подземельях панически бояться женщин а объявившие молчание высшие формы общения между людьми и женщины панически боявшиеся мужчин еще царство небесное подобно скупым хозяевам которые заливают землю все что у них есть жемчужину и зерно которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать воплю погибающих не идти к ним и не указывать путь спасения кто отказался от сна от еды от питья и от жилища отдал себя на мучения добровольно на сидениях комарам и другим насекомым и гадам кто не моется в бане кто не речится у врачей кто бежит от семьи от жены от невесты от мужа от детей и от родителей бросая их на произвол судьбы еще так царство небесное подобно не любящим библию но любящим сны и видение виденное в легком сне кто ищет богового благоухания от мощей от видений предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей еретическое и за это предавать их анафеме кто произвозглашает иначе монашество высшей формой спасения и угождение богу теперь подтверждение жития святых сава сербский 12 января в отопету стремились даже из самых глухих недоступных стремнин и пещер никогда не выходившие из своих убежищ подвижники молчальники желая насладиться чудным и необычайным зрелищем принесшие на егору подвязаться вместе с ними двух царственных иноков то есть они цари старец симеон ослабленный болезнями желая однако слышать церковную службу пристроил со стороны алтаря главного храма благовещения келью с окном в алтарь и через сие окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение симеон юроди в 21 июля кавычки потом обратился янг симеону что теперь будем делать брат куда пойдем симеон отвечал пойдем направо потому что все что право и то хорошо немного времени спустя враг наших душ дьявол несерпе богоугодного житья рабов христовых начал войну против них яну влагая воспоминания жене и отце которых оставил а симеону любовь к матери а сатана любовь внушает вот дошли же до этого состояния ему на матери вспоминал бросил никто не доходит не до кормит нет это от сатаны а что это монашество выверенное они приняли учение монашество абсолютно правильно они же когда видели друг друга пищальными тотчас говорили другу стань брат помолимся вместе владыки нашему иисусу христу да сохранить нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего никона какого никона может патриарха и когда молились они скоро приходила к ним помощь божия отражающие этих вражеские наветы из этого видения понял я что умерла его жена и вместе с матерью симеона и поселилась вместе праведных и сильно возрадовался с этого времени оба стали беспечально и пребывали в пустыне живя вместе претерпевая всякое злострадание двадцать девять лет мужественно борясь невидимыми врагами и по божьей благодати побеждая их и прогоняя то есть лучше спасаться всего им было в сталинском гулаге лучше места не найти господь туда их отправил исаи 53 преклоните ухо вашей придите ко мне послушайте и жива будет душа ваша и дам вам завет вечный неизменная милости обещанная давиду непроходимость я хотя уже прошел назначенное истощил ресурс уже на все про не все проварит мой котел в изысканном язык поймет ли вкус шагал и плыл и прыгал как блоха когда на пятки власти наступали из океана черпалась уха в горах не раз постелью были скалы прошел как смог помог не в этом бог без крестного знамения не ложился старался всюду получить урок не мухлевал вытягивая жилы хотя не портит вроде борозды коль старый но конечно же не кляща не раз тонул недавно вновь простыл и обо мне как слышал тюрьмы плащут от прошлого и рад бы отрекаться в чем поползнулся ко греху не раз но слышал не отчаивайся кайся тушил слезой болезненную страсть велик тот день благословен да будет когда услышал слово о христе в сияющие праздники все будни насыщенность молитве и посте благословен тот дом на берегу где плоти согласие склонились а что было за жизнь не пожелая врагу козлиные шатание по горам и дикость непроходиме странник пилигрим доверия к себе не мог я вызвать но в дом чужой вошел из библии сидим и место робы получаю ризы благословенный дланью христа он вынес выхватил из уши саворонки на берегу морском не сосчитать песка так милости его что насчитал на пленке насчитал 24 сентября до тысячи третьего года матфея 11 28 придите ко мне все труждающиеся бременю на я успокою вас возьмите иго мое на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душа вашим ибо иго мое благо и бремя мое легка вопрос 2047 в иных местах приходящих от баптиста перекрещивают а в других местах совершает только миропомазание а как же правильно ответ сами баптисты все и всегда не имели и не имеют истинного рукоположения и крестители их есть самые простые миряне и ретики самозванцы так что и крестящиеся от них какую может принять благодать кроме того они крестят в одно погружение в церкви издревле крестили и крестят три полных погружения у нас их всегда перекрещивают а вот если кто приходит от имеющих рукоположение крещен правильно но даже будь он из армянской церкви то к ним вполне может подойти рассуждение святых отцов святой кипрян карфагенский книговой единственной церкви и римея 2 13 ибо два два сделал народ мой зла меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбиты которые не могут держать воды тогда как кроме одного не может быть другого крещения они думают что могут крестить оставивший источник жизни они обещают благодать животворной и спасительной воды там не омывается люди а только более оскверняются не ощущаются грехи а только усугубляются то есть все это об баптистах а других такое рождение производит щад не богу на дьяволу рожден от лжи не сподобляется обетование истины порождаемое вероломством погубляет благодать веры нарушившие мир господень неистовым раздором не могут достигнуть награды мира это все кавычки пусть никто не удивляется возлюбленнейшие братья что даже некоторые из исповедников доходят до того же и потому столь же нечестиво и тяжко согрешают исповедание не освобождает от козни дьявола и находящемуся еще в мире 7 не доставляет всегдащей защиты от искушений опасности нападений и ударов века впрочем мы никогда не видели в последствии исповедников таких обманов бесчинств и любодеяний какие у некоторых людей видим ныне о чем скорбим и болезнуем кто бы ни был исповедник все же он не выше и не лучше и не богоугоднее соломона а соломон доколе ходил путях господник да то ли обладал и благодатью полученной от бога потом же когда он оставил путь господень тогда утратил и благодать господню как написано и воздвиг господь противника на соломона 3 царств 11 14 святые отцы 3 4 века разногласия между собой о значении таинств совершенных вне церкви держались однако одного общего мнения относительно еретиков что у них нет спасения и что таинство принято ими не сообщает им даров святого духа и не ощущает их от грехов еретики говорит о них блаженный ироним дошли до такого безумия что остались одинокими без благодати духа святого и потеряли наследие господа то есть прежнюю истинную веру преподобный марк подвижник утверждает посредством крещения даруется оставление грехов и дар святого духа по мере веры насколько кто отступит от веры тот сейчас бывает содержим грехом твердым верующим дух святой дается по крещение неверным же и зловерным и по крещение не дается тоже говорит и святой кирилл иерусалимский окрещаемых без истинной веры симон волк говорит святой кирилл приступал некогда купели сей крестился но не просветился а мыл водой но не просветил сердца духом погружалась в воду и вышло из воды тело а душа не спогребалась со христом и не воскресла с ним смотри говорит о в другом месте не приходи к крещающим как симон лицемерно между тем как сердце твое не ищет истины ибо дух святой испытывает душу и не пометает бисер пред свиньями если лицемеришь то люди крестят теперь а дух не будет крестить так и в еретических обществах не допущая обращать себя скопящими еретиков наставляет святой златоусты они имеют крещение но не просвещение они крещаются телом но не просвещаются душою так и симон крестился но не просветился в таком же состоянии находятся и они попробуй сказать там адвентистом седьмого дня харизматом разным 50 ником баптистом лютераном тоже говорит о ретиках и принятых ими таинствах святой ефрем сирин блаженный феодорит преподобный нил синайский милетий патриарх константинопольские многие другие церковные учителя и пастыри больше всех обстоятельнее писал о таинствах совершаемых в ретиков блаженный августин епископ японский кавычки кто отделяется от церкви рассуждает он тот теряет плоды союза с нею и лишается благодати равно кто родился и воспитался вне единения с церковью тот хотя бы и запечатлен был таинствами но не получает от них благодатной силы освящения но если тот и другой возвращается в церковь то над ними не должно повторять неповторяемых таинств потому что им не доставало не самих таинств а только их спасительного действия для совершения таинства нужно одно чтобы оно совершено было законно а вера и любовь нужны для того чтобы она имела спасительное действие на приемлющего так если над крещеным произнесены евангельские слова во имя отца и сына и святого духа то таинство совершилось но она бесплодна для неверующего пока он не уверует для еретика или раскольника пока не соединиться с церковью от который отделен духовно вообще для порочного и не брегущего своем спасении грешника пока он не обратился к богу с покаянием но если так все ли равно слава иисусу христу что-то мой с богом что-то голос потерялась астрах проверяет но если так то все ли равно истинно верующему человеку где от кого он получит таинство он может принять крещение юридиков блаженный августин отвечает что кто говорит так тот грешит потому что крещение юридиков есть незаконное и бесправное хотя истинное крещение у них благодать крещения является лишь тогда когда они возвращаются в церковь спасительная сила крещения уничтожается у них упор со всхизме то есть когда когда правильно крестит не опрокидают на спину на спину это положение во гроб это совершенно неправильно и во имя отца и сына и святого духа церковь говорит августин есть святое тело христа в ней одной находится святой дух и любовь может быть присуща только тому кто находится в церкви но и не каждый находящийся в церкви имеет святого духа а только тот который находится в действительном союзе с членами церкви и так для святых отцов древней церкви было бесспорным что еретики не получает святого духа в таинстве крещения хотя самая таинство совершаемое правильно есть святое истинное крещение христа доказая действительность юридиков таинства крещения блаженный августин последовательно применяет свой взгляд и критическим рукоположением нельзя говорит он указать никакой причины почему тот кто не может утратить самого крещения состояние потерять власть преподавать его то и другое таинство то и другое сообщается человеку некоторым посвящением его то когда он крещается а то а это когда он рукополагается а потому не то ни другое в кафолической церкви повторять непозволительно ибо если когда приходящие оттуда то есть от отпадших даже предстоятели по исправлению заблуждения раскола ради блага мира принимаются и признано бывает нужным чтобы они исполняли те же обязанности какие исполняли прежде то они не рукополагаются снова но как крещение в них так и рукоположение прибавит целыми поели купогрешность была в отпадении которая исправлена миром единения а не в таинствах которые где бы ни были остаются теми же как видим блаженный августин отрицаю ретиков спасения отпущение грехов и действия на них даров святого духа вместе тем признавал совершенное в их среде таинство крещение и хиротонии действительными и истинными не за одну только их правильную форму совершения но и за внутреннюю их силу и значение считал их не обрядами и лишь действиями а таинствами дающими власть то есть когда они бывают уходили из православия продолжали что-то делать он разделил силу и действия крещения и хиротонии в себе и превратное состояние сердца принимающего эти таинства деньги хороши сами по себе говорил обваженный августин сравнивая с ними святые таинства и хорошими остаются в руках вора силы крещения говорит августин заключается не в человеке во христе что поистине светлее препровождало бы их вечной жизни то в заблуждении становится для них более обращающим и осуждающим когда были в заблуждении церковные учителя всегда признавали что таинство суть учреждения божия это собственность господа и совершается самим богом а духовные лица при этом совершении есть только рабы исполнители а не разноятели божьих даров таинства действительно и святы сами по себе по силе божией а не через людей благодать подобно солнцу только того не освещает кто сам отвращается от нее ослепленный неверием заблуждениями и грехами благость божественного блаженства в бог говорит святой дионисий арепагид всегда и во всем будущее одинаково благотворительные своего света лучи на все мысленные взоры обильно простирает соблазны это вы за всем и вся живу так как хочу не ваше дело пусть жабы дохлые медалями висят с плакатом черное зовите только белым делами опровергнутся слова расставившие с паром из гортани глаза бесстыжих ворону клевать кто половину срока не протянет сегодня где бы что ни говорил об истине что церкви православной соблазн поповский нам не сдать в утиль что зря греметь мощами и маслами нам ставится в укор поповский ряд дебилых тучных выше всякой меры архиерея у вас не агне злобный хряк соблазн для них евангельская вера достаток выше крыльев у ноздрей когда народ беднеет голодает дай господи отступникам прозреть и применить что в библии считает нам хочется к запретному пройти на недозволенном оставить отпечаток и только совесть может запретить отсечь и вырвать тот соблазн в начале с иконами запутались совсем миротащение захлебнулись прочно шестерки царствует металлолом все семь без слова божия и днем темнейшим ночью соблазны сеяли молясь сертиками при любодействии налево и направо апостолов за это разве упрекали за это ли соль сыпали на раны запроповать евангельскую жизнь дабы от имени иисуса не вещали не слышать нам похвалу укоризм мы его выслуги он же наш начальник андрей кричков сша от игнатия мне жаль что не так случилось но вот это не пойдет то есть он разбил соборную книгу правил по каждому собора отдельно нужно было бы сделать тогда так первый файл это предисловие апостольские правила второе вселенские соборы третье поместные соборы и все тоже одним файлом и номер четыре правила святых отцов все вместе или уж тогда всю книгу одним файлом а так крошить никто искать не будет нужно никто не знает по названию ни соборов ни святых отцов пожалуйста сделайте так как тут написано мы же все это делаем для людей не могущих достать книгу желая облегчить им поиск нужного мир вам андрей кричков я понял так и сделаю как просите итак у меня получается первый файл дорожка 40 минут второй файл дорожка три часа двадцать минут третий файл дорожка три часа двадцать одна минута и счет четвертый файл дорожка восемь часов четыре минуты если так тогда я приступаю буду использовать то же самое изображение если есть у вас что-то лучшее пришлите я отвечаю не очень устраивает а вернее даже и не устраивает но иначе никак нельзя нужно совокупно развести правила по четырем позициям апостольские вселенские по местной и по отцам церкви так что это наилучший вариант а что так велик четвертый то номер то что там по содержанию если так оставить то не везде перекачаешь и придется ее разделить на три части под разными номерами с одним названием ставить он так и сделает сергей игнатов мир вам дорогой на тихоныч сегодня утром 21 декабря то есть вчера семнадцатого смотрел на ю тубе видеоролик где один очевидно не вполне здоровый но внешне благообразный бородатый человек из белорусского села все подкапывался под вас несколько раз указывал вам направлять к нему всех бедняков которых вы отказывается не любите оказывается вопрос восклицательный которым отказано приезде православный поселок потеряевка а он будет любить и оказывать посильную помощь заявлять что любит больше вас людей и все пытался спровоцировать вас на грубо ответное слово своим дерзким поведением чтобы вы послали его в эфире подальше и даже подсказывал как а вы показали пример выдержки по отношению к недружелюбным и вам людям дай вам по благодати божией выдержать такие нападки одержимых злобой людей этих мнимых праведников кавычках и чего они с таким гонором заходят к вам в гости на скайп господи огради раба твою игнатия тихона еще от всякого зла и дару ему все блага земные и небесные аминь и снова пишет христос посади нас есть и будет в мире все происходит по божьему промыслу встречи людей тоже на этом видеоролике митрополит алтайский барнаульский сергей иванников сергей русско-православная церковь московского патриархата встречается с исповедником православной веры игнатием лапкиным и обращены в православную веру рахиль загиндолиной из казахстана этот вчера за день день можно сказать что у нас тут пришлось разбирать ну и теперь как всегда показать наши ресурсы вот это самое считаю лучше это мой мир никакие даже в контакте одноклассники близко не стояли к нему насколько здесь все удобно продумано было хотя тут урезали его в сотни раз теперь но и все равно я сюда перекачиваюсь видеоканала все ролики вот наш видео форум православный 1600 тем очень хорошие и наши православный видеоканал открытым оком во свете библии вот замки стоят это я буду снимать ближайшие дни книги которые я имею все книги выставляться будут как ролики теперь над ними работают новиков сергей александрович евтушенко сергея вот андрей кречков это главное мы во свете библии по свете библии тут вопросы ответы аудио все все растребушили сейчас одни работают над вордом над книгами другие вот андрей кречков именно файлы аудио в видео то есть чтобы создать ролик но так и идет пока хорошо сделано но искать будет затруднительно где-то но на этом все пока сегодня что вчера день то у меня был что тут особенного было ничего такого и не было никак у меня тут не ставилась книги которые сергей новиков делает и как не скачивает компьютер завис стоял 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 и кое-как тронулся с места перезарядка была боялся вируса с богом